ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В 2017 году ГИБДД выписало водителям почти 110 миллионов штрафов. 80% из них автомобилисты оплатили с 50% скидкой. Также на 20 миллионов выросло число обращений на сайт ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ за тем, чтобы узнать о наличии или отсутствии денежного взыскания. Кстати, изучив итоги 2016 года, счетная палата страны пришла к выводу, что появление возможности оплаты только половины сумм штрафов не привело к увеличению их собираемости. Что ведомство скажет по итогам 2017-го, узнаем позже. ТРАССА СТО ОДИН Автозаправочным станциям в России вскоре могут начать присваивать звезды, как гостиницам. Учитываться будут многие факторы. Наличие туалетов, точки питания, услуг по подкачке шины заправки омывающей жидкостью. Главное, конечно, качественное топливо. Как отметил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, нововведение позволит, цитирую, правильно раскрасить добросовестных игроков, которые в добровольном порядке готовы раскрыть все карты, показать все технологические процессы, как у них организовано обслуживание клиентов, какие имеются условия. ТРАССА СТО ОДИН Многодетные семьи в Москве, возможно, освободят от транспортного налога. Правда, имеется в виду второй автомобиль, который находится в распоряжении семейства. Такую возможность готова рассмотреть столичная дума. Под многодетной, кстати, здесь подразумевается семья, в которой воспитываются не три, а четыре ребенка. ТРАССА СТО ОДИН В Калининграде набирает обороты выпуск фастбека Киа Стингер, самой быстрой модели южнокорейской марки. Машина, оснащенная 370-сильным битурбированным мотором объемом 3,3 литра, разгоняется до сотни менее чем за 5 секунд. В менее навороченной комплектации предусмотрен силовой агрегат мощностью почти 250 лошадей. Стартовая стоимость новинки уже озвучена – 1 миллион 999 тысяч 900 рублей. Продажи стартуют ближе к весне. Честно признаться, никогда не задумывался, есть ли массовое производство легковых автомобилей в грозной Северной Корее. Оказывается, есть. Вернее, недавно появилось. Называется свежеиспеченная марка «Найнара». Как сообщило руководство страны, северокорейские легковушки не будут уступать в комфортности многим другим зарубежным авто. Их оснастят и кондиционером, и электроусилителем руля, и парковочными датчиками, и даже системой старт-стоп. До этого, добавлю, Пхеньян развивал выпуск только грузовиков и военной техники. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова